Друзья, всем привет! Ну что, у нас тут Игры Престолов, Слуги Народа процветают. Сейчас об этом расскажу подробнее. Суть в следующем. Зеленскому совсем уже надоел Разумков и его поведение. Ну а тому наоборот Зеленский. И они хотят поменять Разумкова на кого-то другого, например, на Стефанчука. Сейчас расскажу об этом вам поподробнее. Вы не забывайте подписаться, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Итак, источники «Украинской правды» сообщают, что Зеленский готовит Стефанчука, чтобы он поменял... Стефанчук это первый вице-спикер, чтобы он стал спикером, а Разумкова отправить рядовым депутатам, покрывав и хватит. Почему? Ну понятно, потому что Разумков уже в открытую ведет собственную игру абсолютно. Напомню, он не голосовал там дважды за кандидатуру Витренко, за которого в свой день рождения припросил Зеленский. Он не голосовал. Единственный член Совета национальной безопасности и обороны Украины, который не проголосовал за санкции против каналов Медведчука. Значит, сказал, что санкции это какие-то не такие санкции. И вообще, почему санкции? Ну и так далее. Дальше, ну это тот же самый Разумков, который... Помните вопрос Зеленского? Пять вопросов, друзья. Помните эти? Пять, пять вопросов. Значит, так вот, он тогда сказал, что не собирается участвовать в этом вопросе, что ему есть чем заниматься. Ну, в общем, ведет себя довольно вызывающе, а на начало сессии выпустил ролик. Такой, вот, посмотрите на этот ролик. Добрый день. Починаем працювать. Кстати, по нему уже много мемов. Там очень смешно есть. Я оставлю в комментариях ссылкой, где я легенда наложен звук. В общем, это очень смешно. Посмотрите. Ролик такой себе, очень советский. Да, такой советский человек. Молодой Леонид Ильич. Там вот этот кабинет, машина, телефоны. И застегивает это пальто. Не хватает только пыжиковой шапки. Но суть его понятна, что я один, я не Зе. Я вот сам по себе глава Верховной Рады. И вот, в общем, не первый человек в стране, но и не второй. И я, у меня своя команда. В «Слуги народа» происходит раскол. Одна из групп объединяется вокруг Разумкова. Очевидно, в общем, я думаю, что сейчас Разумков вообще не против досрочных выборов. И уже хоть хочет вырваться из-под Зе. Последний соц.про, значит, центр Разумкова, объявил, что у Разумкова лучше баланс доверия-недоверия в стране. Лучше, чем у Зеленского. Вот. В общем, такая история. А подоляк, есть такой советник Ермака, который сейчас там всей информационкой заведует от Ермака. Потому что там есть несколько линий. Есть еще Кирилл Тимошенко. Это отдельная история, сейчас вам расскажу. Так вот, этот подоляк сказал, что Зеленскому все равно на рейтинг Разумкова. Ничего тут страшного нет. Вообще, вин працюе. Ему не дают этих мелочей. В общем, судя по всему, Зеленский там уже ночами не спит. Из-за рейтинга Разумкова и всего остального. Значит, теперь по поводу офиса президента. Там свои движения. Роман Шрайк сообщил, что Ермак узнал о санкциях против каналов Медведчука за полчаса до того, как об этом узнала вся страна. И, в общем, тогда понятно, почему там не произошло слива. Это удивительно. Как же не произошел слив, когда там есть сидит этот Ермак, казак Ермак или казачок засланный. В общем, это такой очень серьезный звонок. Это означает, что его влияние там стремительно падает. И существенно укрепляется Кирилл Тимошенко, который, собственно, весь этот трек и вел, по моим данным. Я имею в виду направление по санкциям. Который ведет это большое вылык и будивныцство. Оно же крадивныцство. Ну, в общем, набирает вес во всех смыслах. Финансовом, организационном, медийном. В общем, там свои Игры Престолов, свое, значит, выяснение отношений. Вышел рейтинг самых перспективных политиков. Это же смешная штука. Непонятно, кто его составил. Вот. Ваш покорный слуга там тоже оказался. Но все равно это смешно, потому что какие-то эксперты, значит, составили. В общем, там Кирилл Тимошенко на третьем месте. Ну, а самый перспективный у нас Разумков. В общем, вот такая история. Зеленский явно сейчас собирается уходить в такую проукраинскую нишу. Освобождая, может быть, такую более, да, вот, пророссийскую для Разумкова. Очевидно, что он это делает, потому что там рейтинги летят к чертовой матери. А мы, друзья, должны с вами помнить, что на самом деле главная проевропейская сила в стране – это европейская солидарность. Мы уже много лет боремся против российской агрессии. Я уже молчу, а вы знаете, все без виз, Томас и все остальное. Поэтому это очень важно для нас, чтобы продолжать эту борьбу. И мы ее будем вести и обязательно доведем до конца. Ну, а пока нам нужно развивать наших детей. Посмотрите на урок китайского языка в Гончаренко-центре в Миргороде. Это суперкруто, друзья. Держим строй.